Как сохранить историко-культурное наследие города? Создание Краевеческого музея Красноармейска обсудили на общественных слушаниях. Как отметить 70-летие Красноармейска? На минувшей неделе состоялся первый художественный совет города. На четверть века вперед. Генеральный план развития Красноармейска обсудят на публичных слушаниях 16 и 17 марта. И автомат соберут, и азбуку Морзе применят. В школе номер 3 состоялась военно-патриотическая игра «Зарница». А теперь об этих и других событиях нашего города мы расскажем более подробно в передаче «Новости Красноармейска». Здравствуйте! Проблемы сохранения историко-культурного наследия Красноармейска обсудили на минувшей неделе неравнодушные горожане. Инициатором слушаний выступила муниципальная общественная палата. Как показали общественные слушания, прошедшие в зале Дома культуры имени Ленина 2 марта, вопросов и проблем по возрождению историко-культурного наследия Красноармейска оказалось немало. По официальным документам, на территории нашего городского округа расположены всего два объекта культурного наследия регионального значения. Это комплекс зданий Вознесенской мануфактуры и братская могила погибшего экипажа самолета ТБ-3. Согласно постановлению правительства региона, с 2002 года эти объекты поставлены на государственную охрану. В октябре 2015 года было проведено полное обследование комплекса Вознесенской мануфактуры. Именно муниципальной части этого комплекса. Заключения по результатам проверки мы, к сожалению, не получили по настоящее время. У нас есть как бы предварительные результаты обследования, но официального заключения нами не получено. В связи с чем мы, скажем так, направили дополнительное письмо в Министерство культуры в способы предоставить нам информацию по результатам проверки. Обследование объекта братская могила летчиков экипажа самолета ТБ-3, его не в Советской армии, не в 2015 году, не в 2016 году, на что мы надеялись, так и не было произведено. Еще в 90-х годах неравнодушные горожане составили полный список городских объектов, которые можно отнести к объектам местного историко-культурного наследия. Здание по адресу улицы Чкалова, дом 25, там наша администрация, английский дом и помещение 1-го горосполкома. Жилой дом по адресу улицы Лермонтова, 19, дом Билар. Жилые дома номера 6, 22, 24 по улице Чкалова. Здание по адресу улицы Сверхова, дом 3, контора Вознесенского монофортура. Латина Нагорье. Арка Московских ворот. Арка у нас не сна. В северной части города. Здание по адресу проспекта Спадателей, дом 25, 2, высшее управление Солдинского полигона. Здание по адресу улицы Ленина, дом 4, школа номер 2. Первое строение социального назначения в поселке Болигонах. Здание по адресу улицы Ленина, дом 3. Здание по адресу улицы Комсомольской, дом 3. Здание дивизиона, ныне музыкальной школы. Здание в неоклассическом стиле по адресу улицы Комсомольской, дом 5, АДК имени Ленина. Объект рука номер 5. Режимные территории. Имеет юбинальный геодезия. Вот весь перечит. Вопрос создания в Красноармейске единого городского краеведческого музея поднимается уже не первый год. Глава Красноармейска в своем выступлении предложил создать музейную экспозицию в муниципальном здании дома номер 2 по улице Свердлова. Вариант Свердлова 2 вполне приемлемый. И мы готовы в этом вопросе поработать. Что все понимают. Но с точки зрения подхода уже к самому юбилею, как вы сказали здесь, мы заранее думали и считали, что в сентябре месяце мы постараемся вот эту зону красных ворот, московских, оборудовать, сделать ворота, чтобы это был подарок городу к юбилею. Вот это будет хороший подарок, на мой взгляд. Полную версию общественных слушаний смотрите в эфире нашего телеканала. Подготовка к большому юбилею города уже началась. На минувшей неделе состоялся первый художественный совет, где обсудили предложение, как отметить 70-летие Красноармейска. До дня города еще полгода, но подготовку начали уже сейчас. Главный вопрос, где будет проходить основная часть праздника. На первом худсовете решили, что финальную часть нужно провести на территории физкультурно-оздоровительного комплекса. Да, мы согласны, что у нас проходит День города всегда у ДК Ленина, и это правильно, когда у нас каждый год идут. Но когда большие юбилейные даты, давайте мы немножечко отличаться от этого. У нас большая территория футбольного поля, на котором возможна организация масштабного, грандиозного, уникального, красочного праздничного шоу. На юбилее города будет очень много людей, и трибуны спорткомплекса позволят разместить всех зрителей. Но нужно учесть и другую сторону. На прошлом юбилее между сценой и зрителями была очень большая дистанция. Единственное, что надо учесть все ошибки, которые у нас были в прошлый раз. Это надо учесть и по сцене, и по организации, и по проведению самого мероприятия. По поводу мероприятий, посвященных юбилею города, звучали такие предложения. Провести большую благотворительную акцию «Добрый город». В день праздника все учреждения Красноармейска выставят продукцию или проведут мастер-класс, а все вырученные деньги пожертвуют школе-интернату. Было предложение установить в городе мемориал любви и верности. Выглядеть он может как большая кованая скамейка, на которой сидит пожилая пара. Также члены художественного совета собираются добиться того, чтобы Красноармейск празднику украсили в едином стиле. Еще один важный момент – минимум официальной части. День города, как и любой другой праздник, нужно организовывать так, чтобы людям его чуть-чуть не хватило. Городских общественников ждет переформатирование. С 1 марта начался прием документов от кандидатов в новую общественную палату Красноармейска. Нынешняя муниципальная общественная палата будет работать до 1 июля 2017 года. В течение марта от инициативных жителей Красноармейска в общественной приемной ждут заявлений на вступление. Напомним, что в составе общественной палаты нашего города работает 23 человека. Отбор будет проводиться, и выдвижение будет проводиться. Следующее – это одна треть состава будет выдвигаться губернатором Московской области, одна треть состава будет выдвигаться общественной палатой Московской области, вернее, отбираться, не выдвигаться, и одна треть с советом депутатов нашего муниципального образования. Значит, выдвижение кандидатов производится от общественных и иных некоммерческих объединений, дальше от инициативной группы может быть выдвижение, и в порядке самого движения. То есть вот три такие формы выдвижения. Какие же документы предоставляются у нас кандидатами? Кандидаты, которые выдвигаются члены общественной палаты от общественной или иных некоммерческих организаций и инициативных групп, представляют заявление от организации, которые выдвигаются у его кандидата, выписку протокола заседания организации по данному вопросу, анкета кандидата в член общественной палаты и копия паспорта кандидата, и небольшая краткая в произвольной форме информация о той организации, которую выдвигает данного кандидата. Если кандидат сам выдвигается, то он предоставляет заявление кандидата, самовыдвиженца, не менее двух рекомендаций, или от авторитетных жителей нашего города, также анкета члена общественной палаты, копия паспорта кандидата и краткая информация от тех, кто рекомендует. Очень краткая, что это за люди. Предполагается, что новый состав общественной палаты Красноармейска приступит к своей работе с 1 июля текущего года. На четверть века вперед! Генеральный план развития Красноармейска обсудят на публичных слушаниях на следующей неделе. Публичные слушания по проекту генерального плана развития Красноармейска на ближайшие 25 лет состоятся 16 и 17 марта текущего года. 16 марта обсудить генплан города предлагается жителям северной части Красноармейска. Слушания пройдут в зале Дома культуры имени Ленина. Начало в 18.00. А 17 марта свои предложения по проекту смогут высказать жители южной части города. Слушания пройдут в городском дворце культуры. Начало в 18.00. Вновь в Красноармейске стартует акция «Пасхальная радость». Подробности мероприятия нам рассказала координатор социальной службы при Александро-Невском храме. Центр социальной поддержки «Дари добро при Александро-Невском храме», при поддержке газеты «Городок», телевидный диалог «Красноармейск», интернет-портала «Красноармейск», «ДЮЦ» начинают нашу традиционную благотворительную акцию «Поделись пасхальной радостью». Эту акцию мы будем проводить уже в шестой раз. Мы призываем жителей города приносить в Александро-Невский храм конфеты, шоколад, чай, кофе, ну и различные другие продукты, которые не портятся. Мы весь Великий пост, который сейчас идет, мы будем их собирать. И на Пасху 16 апреля, после Пасхи, волонтеры будут разносить эти подарки жителям города, которые особо нуждаются в нашем внимании, в нашей заботе. Так же, как и в прошлом году, и до этого, мы будем проводить выездные акции в каких-то торговых точках. И об этом мы обязательно расскажем дополнительно. Далее выпуск продолжит новости культуры и спорта. Следите за жизнью города на телеканале «Диалог Красноармейск» и в наших социальных сетях. А я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте, с вами Юлия Ребина. И теперь о новостях культуры и спорта. Конкурсы «Красоты» и «Таланта» набирают популярность в нашем городе. Девять обворожительных девушек приняли участие в конкурсе «Мисс Юность». С подробностями Владимир Комаров. В конкурсе «Мисс Юность» участвовали девять девушек в возрасте от 13 до 17 лет. Конкурс был разбит на пять творческих этапов. У некоторых хорошо получилось проявить себя уже в визитке. Например, Александр Панчук сделала не просто подборку фото и рассказ о себе, как принято на таких конкурсах, а представила забавный видеоролик. Наш, ты что, пятерку получила? Лучше, пап! Пять тысяч нашла! Да-да-да-да-да-да-да! Некоторые участницы не растерялись, отвечая на вопросы жюри. Другие неплохо разыграли сцену из классики советского кино. Ты что, Надь? Он же хороший мужик. Не пьющий, работящий. Ты найдешь такого? Нет, нет, ну... Ой, на черта они мне. Все сдались. А вот в конкурсе талантов каждая показала себя хорошо. Победительницей конкурса Мисс Юность 2017 стала 14-летняя Дарья Голодилина. Она уверена, что победить ей помогли не столько личные качества, сколько люди, которые пришли ее поддержать. Если бы не мои друзья, не мои родители и не вся их поддержка, то я бы просто не смогла достичь таких результатов. Остальные участницы тоже получили свои титулы. Мисс Нежность, Мисс Грация, Мисс Творчество. Полную версию конкурса «Красоты и таланта» смотрите в эфире и на официальном сайте телеканала. Некогда популярная игра «Зарница» возрождается вновь. В школе номер 3 провели игру для учеников младшего и среднего звена. Какие задания были даны ребятам, узнаете из нашего сюжета. Эта игра родом из 60-х годов прошлого века, но до сих пор интересна ребятам. Военно-патриотическая игра «Зарница» подойдет для ребят всех возрастов. Это доказали на прошлой неделе в школе номер 3. Несколько дней школа была охвачена конкурентной лихорадкой. Повсюду были слышны громкие крики болельщиков и командный голос капитанов. В первый день в «Зарницу» играли ученики начальных классов. Шесть команд со второго по четвертой классы. Показывали навыки строевой подготовки, отвечали на вопросы викторины и состязались в спортивных испытаниях. И как признались сами участники, самым сложным оказалось не отвечать на вопросы и даже не бегать быстрее всех, а ходить с троем. У нас была подготовка. А во время подготовки вы что делали? Мы маршировали, пели песню под маршировку и сдавали две шеренги. Да, и расчеты лишь на первый-второй. И в одну шеренгу. Была строевая подготовка, да? Да. А остальные все и так стоили? Да. В этот день победу праздновали третьеклассники. Команда третьего «Б» стала самой лучшей в детской «Зарничке». И если игра для самых маленьких проходит уже в четвертый год подряд, то вот ребята из среднего школьного звена играли впервые. Ну в этом году первый раз мы будем еще проводить «Зарницу» среди пятых-девятых классов. И «Зарница» будет проходить тоже так же по этапам в форме квеста. И вот здесь ребята отвечают на вопросы по правилам дорожного движения, медицинской помощи, основы безопасности жизнедеятельности, по краеведению. Физическая подготовка также покажет себя, как они умеют это делать и насколько они ведут здоровый образ жизни. А у спортшмена какие задачи? У них намного сложнее и больше. Здесь только пять этапов у нас, а там у нас будет одиннадцать этапов. Одиннадцать этапов они будут разбирать автомат и собирать автомат, даже будут налаживать связь, передавать пазбуки, морзы, шифровки. Затем обязательно полевая кухня у нас будет. Должны мы обязательно кормить всех ребят, поэтому чистить картошку мы тоже будем на время. А еще уважение нашим павшим дедушкам, бабушкам, воинам, которые защищали нас в Великую Отечественную войну, мы будем также собирать, научили ребят, складывать треугольничкам письма. И письма они будут идти отправлять в послание, когда у нас закончится мероприятие. И действительно, на следующий день соревнования начались также со строевой подготовки. Команды сдавали рапорт главному судье соревнований, руководителю местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов Флорию Борщевичу. А затем разошлись по различным этапам игры. Пока одна команда ставила туристическую палатку в холле, другая отвечала на вопросы викторины, третья собирала автомат, а четвертая расшифровывала послания, переданные при помощи азбуки Мурзе. Научились ребята и пользоваться специальными полевыми аппаратами связистов. Настоящие реликвии, переданные школе на время одним из родителей. Школьники рассказали, что готовились к зорнице и до игры научились делать очень много нового и интересного. Собирать автомат, собирать палатку, надевать противогаз. Какое специально было самое сложное, это, мне кажется, это телефон, потому что там было сложно подключать провода. Мы научились достаточно многому, и это очень познавательно для нас получилось. Мальчики проводили связь, мы научились правильно надевать противогаз, мы также чистили готовку, это способствовало улучшениям наших навыков готовки. Я думаю, что подобные мероприятия очень интересны и хорошо формируют чувство, знаете, единства. Нам всем очень весело. Полученные знания были хорошо применены на практике. Команда «Торнадо» по сумме баллов за все этапы заняла второе место и уступила лишь двум командам – 7-го А и 9-го А, поделившим первое место. Хоть они и малы, но в этой игре уже не новички. Каждый из них успел поучаствовать уже в нескольких турнирах. И вот вновь выход на лед. Хоккейный клуб «Вихрь» провел турнир для своих воспитанников. Пока команда взрослых хоккеистов клуба «Вихрь» участвует в выездных турнирах, самые маленькие проводят домашние игры, соревнуются друг с другом на одной половине поля. Но даже этой части льда им хватает для жаркой борьбы. Крики болельщиков, среди которых и друзья, только ожидающие выхода на лед, и родители подбадривали спортсменов и буквально заставляли забивать шайбу за шайбой. Между играми нам удалось поговорить с юными спортсменами. Ответы каждого из малышей были уж очень интересными. Кто-то давал интервью вместе с бабушкой, а кто-то в помощники позвал лучшего друга. Вместе они сосчитали года, отданные хоккею. В какой раз уже в турнире принимается участие? Третий. Второй. Первый. Нет, третий. Мы уже три раза. Один раз носим. Первый. Два раза. Это второй раз. Ага. Все, наверное, по-разному просто, да? Да, но они разновозрастные. Ага. А расскажите, пожалуйста, почему решили отдать на хоккей сюда? Почему мы пошли на хоккей? Потому что я хочу сказать хоккеистам. Да, да. А почему в хоккей играют? Настоящие мужчины. Здорово, молодец. Ну, вы вот как-то переживали все-таки? Мы очень любим хоккей, да. И привели на Катокову, когда ему не было трех лет. Сейчас ему пять. И поэтому мы вот решили, что он будет в хоккей играть. Мы уже семь лет играем в хоккей. Это лучший спорт зимы. Спорт хоккейный лучше, чем футбол, рисование и бокс. И мы думаем, что на этот раз у нас будет первое место. Ага. А как давно уже занимаетесь? 40 лет, да. Ну, как 40 лет? Вам сорится по сколько? По 6. По 6. А как же 40 лет занимаетесь? Так каждую зиму. Илюха приехал опять. Ну, каждый месяц. Так, давай подвигайтесь сюда. Не отъезжай. Вы каждый месяц считаете за год, да? Ну, да. Потому что мы с Михаилом лучшие друзья. Давным-давно. Я не первый раз играю. Я уже второй турнир играю. И всегда ты играешь в вратаря? Да, вот в прошлый турнир я сыграл очень хорошо и получил даже кубок лучшего вратаря. С золотой медалью. Ну и вот. Это было не так уж и легко. Я старался очень долго, тренировался и пришел к успеху. А вот почему ты решила стать именно вратарем? А потому что у меня хорошо получается на воротах стоять. В поле я не очень хорошо играю. Расскажи, пожалуйста, а вообще почему ты решила выбрать для себя хоккей? Ну, я не только хоккеем занимаюсь. Я еще хожу к Сергею Семеновичу на футбол. И там я тоже иногда на воротах стою, в поле играю. Так что вот так вот. Я люблю хоккей, футбол играть. Командные игры? Да. Кто-то играет только для своего удовольствия. А вот Ярослав на игры настроен серьезно. Хоккейная секция Завантеевки собирается отправить своих ребят на турнир в Сочи. Но вот спортсменов младшего возраста у них занимается немного. И была достигнута договоренность с нашим клубом, согласно которой игроки «Вихря» тоже могут принять участие в отборе и отправиться в Сочи. Ну, потому что он входит в Олимпийский, и я, наверное, поеду куда-нибудь в Сочи. Ага. Ну, я еще старшими буду заниматься, и там выбирают пять команд, я... или три... ну, там выбирают три из пяти команд, и три команды поедут в Сочи. Сейчас мальчик, чтобы попасть в команду, развивает силу, меткость, удар и, конечно же, скорость. В этот день ребята провели несколько круговых игр друг с другом, для того, чтобы определить команду победителя. Но в подобных турнирах главное не победа, а участие. Ведь конкурентная борьба подстегивает лучше кататься, более метко бить и лучше защищать ворота. А вот на серьезные призы пока играют только взрослые команды. Погода нас вот сегодня помогла чуть-чуть. Ожидали плюс четыре, но на самом деле все нормально, лед есть, дети есть. Вчера взрослые играли у нас 23 числа, у Олега Смехова было 50 лет. Отметили, как говорится, на льду. Ветераны обыграли молодых со счетом 5-2. Ого! Да. Забили Смехов Олег 50 лет, Паховков Сергей Семенович 50 лет, Вадик Карандашов 50 лет, Юрий Галкин 45 лет, и молодой один забил там, не будем называть его фамилию. А мне сейчас синюю нужно. Да, Дим, синюю. И до этого у вас еще была важная... Да, вот в Вантеевке построили дворец, и они проводили тоже турнир 23 февраля посвященный. Мы в нем участвовали. В полуфинале мы обыграли команду из города Королев 3-0. В финале играли с Вантеевкой, и при таком, скажем так, спорном судействии проиграли 5-4. Вели 4-2, потом удаления начались. И плюс у нас вот сегодня уже начинается плей-офф, это 40+, вот это путинская ночная лига. Сегодня мы играем с командой Лобня в 8 вечера. Мы вышли в четвертьфинал, из 13 команд мы уже гарантированно заняли третье место, скажем так. Но в Сочи вряд ли попадем, там в полуфинале очень сильный соперник. Или Воскресенск, или Ногинск, там очень сильная команда. Но зато у нас все свои, у них там Москва играет, а у нас все красноармейские ребята. Турнир по волейболу среди женских команд прошел в минувшие выходные. На нем побывала наша съемочная группа. Турнир по волейболу в Красноармейске – это всегда большое событие для любителей игры. В нашем городе в холодные месяцы играют только в гимназии номер 6. И такие игры проводят редко. В турнире, приуроченном к 8 марта, участвовали женские команды из Красноармейска и из Пушкина. Красноармейске – США-1, Красноармейске – США-2, «Галактика», «Горевестники». Приехали еще две пушкинские команды – «Серебряночка-1» и «Серебряночка-2». По словам участниц, чисто женский турнир – это ближе к профессиональному соревнованию. Смешанные турниры – несерьезные. Мужчины и женщины должны играть отдельно. Во-первых, разная физическая сила и разная немножко техника может быть. Опять-таки, разная возрастная идет категория, потому что сейчас мы играем тоже разного возраста все. И тоже какие-то преимущества дает, как есть в игре. Это самая умная игра, где надо думать, искать себя. Победителем женского турнира по волейболу 5 марта стала красноармейская команда «Буревестник». Второе место досталось «Серебряночке-1» из Пушкина. И третье место заняла команда «Дю США-1» из Красноармейска. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Смотрите новости «Красноармейска» и вы всегда будете в курсе городской жизни. Продолжение следует... Продолжение следует...